Привет! Как дела? С тех пор, как я переехала к брату в Лондон на ПМЖ, мама часто стала приезжать к нам в гости 2, 3 и даже 4 раза в год. И каждый раз брат старался вывозить нас куда-то в путешествие по Великобритании. Кстати, об одном из таких путешествий я вам уже рассказывала, когда мы ездили в Дарсет и Соммерсет. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А сегодня я расскажу о том, как мы в мае 2012 года сели в машину и все вместе отправились в Блэкпул и Ливерпуль. Итак, в один из уикендов, это были 19 и 20 мая 2012 года, мы с братом и мамой сели в машину и брат повез нас в наше семейное путешествие. О Блэкпуле я расскажу сегодня, о Ливерпуле в следующий раз. Эти два города находятся на северо-западе Англии, поэтому путь нам предстоял не близкий. Около 320 километров по прямой до Блэкпула Ливерпуль находится южнее, ближе к Лондону. Где-то посередине пути, я не помню, как мы ехали, какими дорогами, но мне представляется, что мы ехали как-то через район Солсбурид. Так как в середине пути мы остановились перекусить в какой-то лесопосадке, там была какая-то детская площадка, в общем, такое место для отдыха. Мы там покушали и даже немножко покатались на качеликах. И пока брат спал на лавочке, на свежем воздухе, мы с мамой наслаждались природой и погодой. Наблюдали за ястребом, который летал над нами, прямо кружил над этой площадью и кого-то, видимо, выискивал. Может быть, это был сокол. Я не разбираюсь в птицах, но по его полету и по размаху его крыльев было понятно, что это какая-то хищная птица. Затем мы услышали нарастающий рёв самолётов и поняли, что летят какие-то военные. Я быстренько включила камеру и мне удалось снять пару кадров. Это был какой-то огромный военный самолёт со шлангом сзади, видимо, происходила дозаправка, а рядом с ним летели два истребителя. Ну, почему я сделала вывод, что мы были недалеко от Солсбурри в этот момент, потому что там находится военная база и, видимо, вот где-то в этом районе мы и остановились на отдых. Ну, гул самолётов разбудил моего брата, мы сели в машину и поехали дальше. Так, в середине дня мы уже добрались до Блэкпула. В этом городе я уже была в свою первую поездку в 2005 году, так же, как и в Ливерпуле. Но мы с братом просто решили обновить наши воспоминания и заодно показать эти два города маме. О своей первой поездке в Лондон с приключениями я буду рассказывать летом. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. То есть Блэкпул я уже видела, и мне он реально запомнился в мою первую поездку. Мне очень понравилось море. Это было первое побережье, которое я видела в Англии. И, естественно, так как я обожаю море, мои впечатления о Блэкпуле были незабываемы. И вот в этот раз мы тоже добрались до побережья. Вообще Блэкпул с населением около 145 тысяч человек находится на побережье Ирландского моря. И считается одним из главных курортов северо-западного побережья Великобритании. Он такой маленький Лас-Вегас. Знаменит своими игровыми автоматами. Возможно, там есть и казино. И весь город сияет в иллюминации. Вот когда заезжаешь прямо на главную трассу по побережью, там на каждом столбе висят неоновые какие-то вывески. То русалки подмигивают тебе, то какие-то шарики крусятся. В общем, все бурлит, кипит. Видимо, в ночное время там действительно Лас-Вегас. А в дневное время курорт. Правда, купаться в Ирландском море очень холодно. И в течение дня на море происходят сильные приливы и отливы. Поэтому он больше славится не как пляж, а как город развлечений. Именно сюда перед свадьбой приезжают молодожены и организовывают свои девичники и мальчишники. Несколько групп мы видели. Мне даже удалось снять пару девчонок, которые в Англии, если проходит девичник, наряжаются в розовый цвет и на всю катушку гуляют по барам, ресторанам. И так вот передвигаются через все эти питейные заведения на вот таких вот каблучищах и в полупьяненьком виде. Ну, а девичники, может быть, я когда-нибудь позже расскажу. Мне удалось побывать на одном из таких. Мы припарковали машину и пошли гулять по набережной. Вообще Blackpool в переводе с английского даже «черный бассейн» считается, что получил свое название благодаря сточному каналу, который выходил в Ирландское море, и там образовывалось такое черное пятно. На другой стороне Ирландского моря находится столица Ирландии Дублин, что в переводе с ирландского также означает «черный бассейн». По набережной можно увидеть много всяких разностей, как наездников на лошадях с каретами, так и двухэтажные трамваи. Кстати, Blackpoolский трамвай считается одним из самых древнейших в мире электрических трамваев. И трамвайная линия идет по всей протяженности набережной. То есть можно сесть в трамвайчик и покататься, посмотреть город. Ну, можно сказать, что набережная – это основной центр всего города, где проходит огромное количество мероприятий и находится масса развлекательных центров и парк аттракционов. Кстати, главный пирс также содержит парк аттракционов, как и во всех курортных городах Великобритании. Там находятся игровые автоматы, можно поиграть в денежки, можно поиграть в тире, погонять шальбу на хоккейном поле. И так далее. Мы, естественно, зашли туда, поиграли. Конструкция главного пирса содержит в себе основную достопримечательность Blackpool. Это башня высотой 158 метров, которая похожа на Эйфелеву башню. И она была построена аж в 1894 году. И до сих пор является визитной карточкой города Blackpool. Ну, мы вышли из машины, припарковались где-то в центре города и пошли гулять по набережной. Купили фишн чипс и стали кормить чаек. Мы как раз-таки с братом, когда первый раз гуляли по Blackpool, наблюдали за чайками. Тоже тогда, по-моему, купили курицу и угощали их косточками. Так они эти косточки глотали прямо у нас на глазах. И одна из чаек, как всегда, со всеми дралась. И мы прозвали такую чайку Босс. То есть, самая главная чайка. И в этот раз мы тоже решили кинуть им чипсов, то есть картошки. А рыбой мы не делились. Рыбу мы съели сами. Ну, в общем, гуляли по набережной. Я в этот раз взяла трипод и стала снимать виды города. В этот день был очень красивый закат, какой-то такой желто-багровый. И на пирсе мне очень понравилась ажурная такая лавочка, которая прямо идет по длине всего пирса. В глубине моря, как всегда, на многих курортах стояли ветряные мельницы. Видимо, производили электричество. Мы пару раз сфотографировались все вместе. И это одна из немногих фотографий, которая у нас осталась с мамой в память о брате. Он не любил фотографироваться, но в этот раз позволил сфотографироваться всем вместе. Затем мы уже двинулись к машине и по пути стали искать отель, где бы мы могли остановиться. Bed and Breakfast или Guest House. И везде было написано no vacancies, то есть нету свободных мест. А тут где-то в окне мы увидели собачку с таким грустным взглядом, которая смотрела на нас. Но людей не было, по улице никто не проходил. И ей хотелось хоть кого-то увидеть, хоть с кем-то пообщаться. И такая сидит обездоленная. Я говорю, смотрите, какая собачка. Подошла к ней, стала с ней разговаривать, пофотографировала ее. И тут рядом в окне увидели надпись vacancies, то есть есть свободные места. И мы поняли, что это не просто дом, а именно Bed and Breakfast. И сняли там номер и переночевали именно в этом отеле. Сказав при этом хозяевам, что именно собака привлекла наше внимание и организовала им клиентов. Так что, может быть, не зря там эта собака сидит. Вот такая вот интересная реклама. Хозяева, конечно, были счастливы, очень благодарили свою собаку. Отель нам очень понравился. И на утро мы сказали, что обязательно расскажем об этом отеле всем друзьям, которые захотят посетить Blackpool. Утром мы сели в машину и уже отправились в Ливерпуль, в наш следующий пункт назначения. Но по пути увидели, что на набережной у какого-то памятника проходит какая-то церемония. Мы решили остановиться и посмотреть, что же это такое. Оказалось, что это местный кинотаб, ну, типа нашего вечного огня. Так в Англии называется памятник воинам, погибшим в мировых войнах. И там какие-то солдаты с флагами склонили голову. Была минута молчания. Я в это время фотографировала, и мне кто-то сказал, типа, постой в тишине. Ну, я немножко постояла и стала дальше снимать просто видео, чтобы у меня затвор не щелкал. И затем начался парад с музыкой, с духовым оркестром. Солдаты пошли куда-то дальше по набережной. Солдаты пошли куда-то дальше по набережной. Мы немножечко еще прогулялись, увидели красивые зеленые беседки. Там я попросила маму сфотографировать меня. Ну, в общем, прогулялись еще дальше по набережной, куда мы не дошли в прошлый вечер. Сели в машину и поехали в Ливерпуль. Об этом городе я расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok